Маркетинг — это компенсация невежества инженера, разрабатывающего продукт. Я не думал, что PayPal будет расти с такой скоростью. На самом деле, это вызвало серьёзные проблемы. Мы основали PayPal на University Avenue. Примерно к концу первого месяца работы сайта у нас было 100 000 клиентов. Правда? Быстро. Надо же, я не понимал, на сколько. С ума сойти. А как это началось? Откуда люди вообще узнали, что им можно пользоваться? То есть ясно, что должны участвовать и покупатели, и продавцы? Да. Началось с того, что мы предлагали людям по 20 долларов за открытие счёта. И 20 долларов, если они приведут ещё кого-то. Потом цена упала до 10, потом до 5. По мере того, как сеть делалась всё больше, ценность самой сети превысила ценность любого пряника. Которым мы могли бы подманивать клиента. И много денег вы потратили на выплату таких бонусов, прежде чем набрать критическую массу? Прилично, думаю, около 60 или 70 миллионов. Хорошо, это серьёзно. Хорошо, не совсем карманные деньги, да. Зависит от относительных масштабов. Для Google это карманные деньги. Да нет, я не спорю, я не спорю. Это карманные деньги. То есть у Google есть 50 миллиардов, у Apple есть 150 миллиардов, это сумасшедшие деньги. А это мелочь. Не то чтобы запредельная сумма, но я не представлял, что это настолько важно. Например, 1% денег Google — это 500 миллионов. Так что это получается 1 десятая процента, Google. Верно, вы правы, это недорого. Ерунда. Для них это довольно дёшево. Конечно. А потом мы сделали много всего, чтобы уменьшить сопротивление. Это как бактерии в чашке Петри. Получается, вы хотите, чтобы один клиент приводил, скажем, двух новых. Так? Или… Или примерно так. Может, в идеале, трёх новых. Потом вы хотите, чтобы это происходило очень быстро. И можно, наверное, смоделировать это, как рост бактерии в чашке Петри. А потом система растёт очень быстро, пока не упирается в стенки этой чашки. И тогда рост замедляется. Генокод. Собственно, генокод — ген саморазвивающегося продукта, настолько совершенного, что он распространяется сам, да? Которому не нужен, практически, маркетинг. Я нашёл здесь пять особенностей. Первое — то, что Элон Маск ставит перед собой безумную цель. Вообще-то, SpaceX началась с того, что я пытался понять, почему мы не отправили людей на Марс. Потому что после Аполлона, очевидный следующий шаг — отправить людей на Марс. Но, на деле, что случилось? Мы отправили несколько человек на Луну, а потом никого больше не отправляли ни туда, ни на Марс. Настолько безумную, что другие люди не могут поверить. И как Рома Масленников в пиаре говорит, очень важно, чтобы событие было настолько невероятным, что обо нём говорили. И безумная цель даёт вам два больших преимущества. Первое — это, во-первых, СМИ все будут на вашей стороне. И они будут печатать о вас и снимать ролики про вас бесплатно. Вторая штука — вот Тим Феррис как-то среди студентов проводил такое исследование. Он говорит, что «Ваша задача на сегодняшний день — это найти одну знаменитость и сделать так, чтобы она вам ответила». И на следующий день или через три дня он пришёл, грубо говоря, тоже на лекцию, и с заданием никто не справился. Не справился потому, что большинство людей посчитали, что это труднодостижимо. И как раз, когда вы ставите большую цель, большинство людей думает, что она им недостижима, и у вас отсутствие конкуренции. То есть, первое — СМИ на вашей стороне, и второе преимущество безумной цели — это отсутствие конкуренции. Второе — то, что он давать готов не то чтобы фремиум, а реально 20 долларов на счёт, который человек может потратить на что угодно. И это говорит о том, что он смело идёт до конца, он понимает, уверен в качестве своего продукта, и идёт на длинный ЛТВ, на расчёт длинного lifetime value жизни клиента. И вот в Лиле они говорят… Прилично, думаю, около 60 или 70 миллионов. Это смело. И реально нужно действовать, мне кажется, второе — закладывать всю экономику на длинный период времени. Долгий горизонт планирования, а не то, что если бы он сказал, как сейчас люди делают проекты, так, моя цель Лида — 2 доллара, всё, и ни копейка, и больше, в итоге всё это выливает, что маркетолог говорит, я не могу больше делать, и в итоге нет роста, но как бы в экономике складывается. Продукт надо делать, чтобы постоянно было пользование, вторые, третьи, четвёртые покупки, и тогда вы позволите идти себе в долгую, и позволить на привлечение пользователя можете много. Третье очень важное — это создать такой call-to-action, такой ген продукта, чтобы у объективного человека не было никаких шансов не согласиться, у объективного человека, чтобы у него было стопроцентное желание сказать «да». Четвёртое, то, что он сказал про чашку Петри — это нужно уменьшить сопротивление. В чём это может выражаться? Ну, допустим, вот самые лучшие клиенты, я считаю, а партнёры ваши — это клиенты. Как раз партнёрская тема — это отдельно, но больше всего клиентов вам могут привести текущие клиенты, если вы сделаете их друзьями через свой продукт и через какую-то мотивацию. И в данном случае вот мы, допустим, сейчас в кабинете в Callback Hunter'е будем делать прямо внутри, что вот твоя ссылка, клиент, по ней ты можешь приводить других ребят в систему, и будешь там, ну если не деньги себе выводить, будешь себе просто на баланс деньги зарабатывать, и это прикольно. Не надо нигде его регистрировать в никакой партнёрке, просто как Uber. Дайте простой код, и человек сам это всё сделает без всяких регистраций, без сложностей, как можно меньше сопротивления и начать, прежде всего, с узких мест. И пятое — поскольку у вас и у меня полностью не получается делать продукт на 100% виральным, я бы посоветовал делать антихрупкий маркетинг, по поводу него было уже много выступлений, под этим видео ссылку сможете найти. Это маркетинг практически без бюджета, когда при любом воздействии стресса на вашу систему, на вашу компанию, она становится только сильнее. Ну и в качестве примеров неких, что это не единственный выстрел, не единственный случай у PayPal, я вот тут открыл прям презентацию и буду вам говорить. Call to action Virgin Atlantic. Такое, что вы звоните Virgin, и сам Брэнсон говорит, что в течение 20 секунд, если не поднимут трубку, то вы полетите за мой счёт на Майами, или какую-то нереальную скидку там. Это объективный человек, конечно, говорит «да». Дальше. В Мейк Торнадо мы обещали удвоить конверсию с оплатой как бы за результат. Тоже объективный человек говорит «да». Джентльмен Клаб, где парень, значит, предлагает прийти в его, ну вот эту бородобрейную мужской клуб, сделать абсолютно бесплатную прическу от чемпиона там какого-то штата, потом помоет вашу голову классным шампунем, и вот это свежее новое полотенце им в вашу голову вытрут. Конечно, люди соглашаются и, ну, объективный человек, конечно, говорит «да». Приходит и на месте уже начинает как бы, ему всё это сделали, он кайфанул, а дальше ему предлагает сразу за 10 долларов что-то побриться очень стильно, а в конце обязательное условие добавить основателя в Твиттере, чтобы его зафоловить, и третье. На выходе они предлагают купить, ну, просто рассчитывают математику, что он там в месяц x долларов тратит на прически, то давай, говорит, покупай годовой абонемент со скидкой, там 30% тебе будет выгоднее. И, помимо всего прочего, ты каждый день хоть можешь приходить, подбривать свою бороду и голову. А в этом вообще основа стиля, чтобы там не раз в месяц тричься, да, постоянно. Вот, процентов 30 примерно, насколько я помню, соглашались. Сейчас у них несколько сотен уже франшиз продано в США, очень прикольная модель. Объективный человек говорит «да». Uber, вот у меня есть промокод GSEA2014, если у вас нет Uber, скачайте приложение Uber, вводите этот код, получаете 1000 рублей на Мерседесе, куда-то прокатитесь. Конечно, объективный человек говорит «да». Дальше, с косметикой, к примеру, косметику девчонкам предлагают в Америке, мы будем привозить вам домой пробники раз в неделю бесплатно косметики. Больше от вас ничего не надо, все бесплатно. И, конечно, FMCG-производитель, типа там, скажем, ну там, Maybelline, да, он лучше будет работать с такими ребятами и платить им за то, что они делают, нежели чем идти через телик, как бы, и такой конечный путь немножко. Дальше, пицца, мы доставим пиццу за 30 минут или она вам бесплатна. Офигенный, cool-to-action. Человеку не всегда надо скидки, скидки это вообще делает десятая скорость, очень часто решает. Потому что ты хочешь пиццу, ты хочешь есть, ты хочешь ее быстро. И думаешь, ну хотя бы не быстро, на 32-ю мне тебе привезут хоть бесплатно. Отлично. Ну, пицца нормальная-то. Привет, Dodo, пицца, я не знаю, может в Нью-Йорке у вас так же будет. Дальше, ну я этот пример пропущу, такой сложненький. Дальше то, что мы делали, спасибо, coolbhunter.com. Почему там конверсия зашкаливающая? Потому что предложение там сверхординарное. Получить там грант на развитие бизнеса 50 тысяч рублей за один репост. Спасибо, там, coolbhunter.com. Живосай, там, АСРМ, ЛП-генератор, все ребята с нами в теме бизнес-молодость. Поэтому, ну тема прикольно работает. Дальше, купи VIP всю базу, прогнали через ленинги. Получи купон 500 рублей на сертификат, да, как бы на покупки в купи VIP. Сейчас мы были в молочном магазине экопродуктов, а о них никто не знает, выиски не помогают. Я ей сразу говорю на выходе, я говорю, вы сделаете во всем районе, не листовки раскидать, а сертификаты 300 рублей реально на творог и молоко из деревни. Вот, кстати, ребята из Слободы рекомендуют ту же самую тему сделать. Просто разрешаем, можем по базе там 7 сертификатов, и пусть все закажут, будет прикольно. А там какой смысл как раз человеку на 300 рублей заказывать? Конечно, он по телефону закажет еще больше, потому что машина-то все равно поедет. Мне кажется, прикольная тема. Вино онлайн давали 3 пробника, а стартап продает вино в интернете. Дают 3 пробника на сайте, закажи 3 вида любого вина. Дальше идет прозвон колл-центром, говорят, что, чувак, то вино, которое ты выбрал, оно на самом деле удачное. Вы вообще сами ешь, что ли? И какой такой удачный выбор? Давайте, может, сразу бутылочку, и какой-то процент неплохой там соглашают сразу купить. Тема очень прикольная. Колл-экшн. Объективный человек говорит, да. Возген на рынке вам говорит, попробуй виноград. Вкусный? Закрытый вопрос. Ты конечно говоришь, вкусный. Даже если ты не попробовал, все равно у тебя приятное ощущение. Ну, то есть, примеров куча. East Coast Lifestyle. Ребята были на GSA, там второе или третье место заняли из Канады. Они берут китайские вещи, присылают, прилипают к ним логотип этот East Coast Lifestyle. Продаж не было. И они начали с 50-сентами со всеми работать. Они выслали футболки. 50-сенты говорили, давайте там по 1000 долларов, как Бородина в Инстаграме говорит, за репост этой темы. Они сказали, да не, мы там X процент выручки отдаем на благотворительность, как бы вы в теме. И очень много звезд стало в теме. Таким образом, они сделали East Coast Lifestyle, выслали эти футболки и штаны поп-звездам, они с ними фотались. И по хэштегу East Coast Lifestyle, можете посмотреть в Инстаграме, как бы проливали трафик на свой, ну то есть, контент на своих подписчиков. И дальше они уже тоже хотят быть причастны к каким-то делам, потому что намного прикольней, чем просто носить одежду. Очень мало, мало времени остается. Томс. Когда покупаете обувь Томс, они очень яркие, все задают вопросы, что за обувь. Ты говоришь, точно в такой же паре ходит сейчас чувак в Африке с таким же размером ноги. И это прикольно, я согласен за это платить в два раза дороже. Дальше. Так, ну вот колбы Хантера в Америке, мы не будем говорить, как мы там выходим. AmaCRM отдает лиды своим представителям в Тюмени просто так бесплатно, чтобы они к ним поехали и установили бесплатное внедрение CRM. Они получают как веб-студия себе клиента и дальше продают свои услуги. Пять роз. Зачем бороться за рынок существующих роз? Можно взять просто рынок, где розы спонтанно. Дайте любому мужику возможность подарить пять роз своей подруге бесплатно. Подвяжите его в свою воронку. Сейлзап, вот Настя Соус. Они делают так, что звонят в компании, кто на Хэдхантере разместил вакансии и говорят, мы сейчас вам подберем одного менеджера бесплатно. А там уже на встрече выезжает человек, реально подбирает менеджера и задают по ходу вопросы, связанные с консалтингом. А как у вас CRM, как что, как что. Дальше я делал там, ну этот пример даже рассказывать не буду отдельно. Круассан, вот Аяс делает. Купи круассан по любой цене кофе. Офигенная тема. Мне кажется, продают даже с большей моржой, чем могли просто за 50 рублей продавать. Вот. Дальше я буду снимать еще видео. Ставьте лайки, делайте репосты. Не знаю, что делать с каналом. Блин, страйк висит на ютубе, не дают подписку внутри делать. Чуваки, блин, отправьте друзьям. Если вам пост показался, а видео показалось классным, потому что что-то медленно идет. И чувствую, Винер Хафизов со 100 тысячами подписчиков 1 сентября точно будет делать депиляцию в зоне бикини. Все, всем пока. Делайте комментарии, ставьте лайки, дизлайки, делайте репосты. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Счастье есть.